Уже ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтами годом нет возврата, не обновлю души своей, я вас люблю любовью, брата, и, может быть, еще нежней, поверьте, совесть том порукой. Нет, это не то, послушайте меня. Послушайте меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревцо свои листы меняет с каждою весною, так, видно, небом суждено, полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. И музыка. Я извиняюсь. Так проповедовал Евгений. И снится чудный сон Татьяне, ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сугробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею, кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки с клееной льдиной, дрожащий гибельный мосток, положенный через поток, и пред шумящую пучиной, недоумение полна, остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто же из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь Татьяна, ах, а он реветь, и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь с рожащей ручкой, вперлась и боязливыми шагами, перебралась через ручей, пошла. Медведь за ней. Медведь за ней. Она взглянуть назад не смея, поспешно и ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Ряхтя валит медведь несносный, пред ними лес, недвижные сосны, в своей нахмуренной красе отягчены их ветви все клоками снега. Сквозь вершины осин берез и лип ногих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты, стремнины, метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, ведь за нею снег рыхлый по колено ей, то длинный сух ее за шею зацепит. Вдруг то из ушей золотые серьги вырвет силы, то в рукав снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок. Поднять ей некогда, боится, медведя слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он все во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег, медведь проворно ее хватает и несет, она бесчувственно, покорно не шевельнется, не отдохнет. Вот он мчит ее лесной дорогой, он мчит ее лесной дорогой, вдруг меж дерев шалаш убогой, кругом все глушь, отсюда он пустым снегом занесен. И ярко светится окошко, и в шалаше, и крик, и шум, медведь промолвил. Здесь мой кум, погрейся у него немножко, и в сене прямо он идет, и на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна, медведя нет, она в синях, за дверью крики, злон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку, и что же видит? За столом сидят чудовища кругом, один в рогах с собачьей мордой, с другой с петушьей головой. Здесь весь москозь и бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравли и полукот. Еще страшнее, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет, лай, хохот, пене, свист и хлоп людская, мол, фиконский топ. Ну что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит, он знак подаст и все хлопочут, он пьет, все пьют и все кричат, он заснеется, все хохочут, нахмурит брови и все молчат. Он там хозяин, это ясно, и Таня уж не так ужасно, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загожая огонь светильников ночных, смутилась шайка домовых. Онегин взорвись сверкая, из-за стола гремя встает, все встали, он к дверям идет. И страшно ей, и торопливо Татьяна селится бежать нельзя никак, нетерпеливо метаясь хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором ярых привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты, хохлаты, клыки, рога и пальцы костяные, все указует на нее. И все кричат, мое, 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 сказал Евгений грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной, молодая дева, с ним сам друг. Онегин быстро увлекает Татьяну в угол и склоняет ее на шаткую скамью, и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит за нею Ленской, свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он ночами бродит, и незванных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит, спор громче, громче, вдруг Евгений хватает длинный нож, и вник повержен Ленской. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, и Таня в ужасе проснулась. АПЛОДИСМЕНТЫ Не устали еще? Нет? Нет, нет, все, прекрасно. Хорошо, что вы обидели. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но вот багряною рукою Заря от утренних долин Выводит солнцем за собою Веселый праздник именин. С утра дом ларили гостями весь полом, целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встреча новых лиц, лаймосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормили скрик и плач детей. И вот из ближнего посада, созревших барышень, кумир, уездных матушек от рада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость, да какая! Музыка будет полковая! Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Читой идут за стол, рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и крестясь толпа жужжит за стол, садясь. И вот здесь очень интересно описывается, вот когда застолье какое-то. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, до рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу. Никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настиж Ленской входит, и с ним Онегин. Ах, творец! Кричит хозяйка. Наконец! Теснятся гости, всяк отводят приборы, стулья поскорее. Зовут, сажают двух друзей. Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани. Она темнеющих очей не подымает, дышит бурно. Ей страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит. Слезы из очей хотят уж капать. Уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом. Трогенервических явлений, девичьих обмороков, слез. Давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной, заметя трепетный порыв, С досады в рове опустив, надулся он и, негодуя, Поклялся Ленского завесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, Он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Пошли приветы, поздравления. Татьяна всех благодарит. Когда же дело до Евгения дошло, То девы томный вид. Ее смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его отчей был чудно нежен. Оттого ли, что он и вправду тронут был, Или он, кокетствуя, шалил? Невольно ли? Или из доброй воли? Но взор сей нежности заявил. Он сердце Тани оживил. Но чай несут. Девицы чинно, едва за блюдечки взялись, Вдруг из-за двери в зале длинный Фагот и флейта раздались. Обрадован музыке громом, Оставя чашку чаю с ромом, Париз окружных городков Подходит к Ольге Петушков. К Татьяне Ленской Харликову девицу переспелых лет Берет Тамбовский, мой поэт. Умчал Буянов Пустякову И в залу высыпали все. И бал блестит во всей красе. И здесь красивый бал. Его нежданным появлением, Мгновенной нежностью очей И странным с Ольгой поведением До глубины души своей Она проникнута, Не может никак понять его. Тревожит его ее ревнивая тоска, Как будто хладная рука Ей сердце жмет, Как будто бездна Под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит, Субтитры создавал DimaTorzok